Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на очередном вебинаре. Сегодня нас ведущих двое, или скажем так, я ведущий, рассказывающий, и у меня есть ассистент Алексей Дьяков, как вы видите. Алексей, покажи себя. Что, мы тебя не слышим? Куда не слышно? Ну, ладно, давай тогда сейчас я включусь. Спасибо. Так, как нас слышно вообще? Покажите. Слышно, нет? Дайте знать. Да, слышно, спасибо. Алексей, запись идет, да? Есть, идет, все, спасибо. Значит, смотрите, мы с вами понемножку двигаемся дальше, как я уже обещал вам в начале. Поэтому у нас сегодня будет целый ряд вопросов, на которых мы остановимся, да? Традиционно, очень быстро по тому, что такое дом Skyway. И дальше адресный проект, эко-технопарк сегодня, как адресный проект, и материализация событий. Это все к тому же, скажем так, квантовому или тонкому миру, который нас поддерживает. Дальше третий вопрос. Основные основы инициации адресных проектов. Поговорим о том, почему вообще мы говорим сегодня об адресных проектах. Поговорим о возможных особенностях адресных проектов Skyway. С чего начинать, куда двигаться, кто партнеры, как рационально действуют и на что опираться. И потихоньку придем торжественно к тому, а ради чего это вообще все делать. И есть ли в этом смысл, и какой нам резон от этого. Таким образом, мы уложимся с вами в час, может быть чуть-чуть больше часа. Будут вопросы, мы о них тоже поговорим. Итак, давайте пойдем в путь. Смотрите, значит, что, значит, пардон, не туда заделал. Эко-технопарк. Это практически основа, то есть ради того, ради чего мы сейчас в большой степени работаем. Почему ради этого? Да потому, что отсюда начинается движение всех возможных проектов и материализация. технологий Skyway, которую Анатолий Эдуардович разрабатывает уже 40 лет. И шаг за шагом мы продвигаемся вперед. Мы пару слов скажем и о том, где мы сейчас находимся по ходу нашей сегодняшней беседы. Потому что от этого зависит и то, как потом будут развиваться адресные проекты. Поэтому, возвращаясь обратно к нашей теме, посмотрим, что такое дом Skyway. Я думаю так, что повторение это мать учения и отсюда можно и нужно черпать, скажем так, возможную инспирацию или возможную базу и поддержку всей вашей деятельности. Не важно, кто чем занимается. Кто из вас, может быть, ведет небольшой, скажем, сетевой бизнес. Кто-то просто является инициатором продвижения этой идеи Skyway, зеленой технологии. С чего я, в принципе, начинал в свое время. На каком-то этапе я увидел, на втором шаге практически, я увидел здесь мощный потенциал для промышленных предприятий, которые ищут, работая с ними здесь в Эстонии и за пределами. Мы постоянно сталкивались с тем, что у предприятий нет своих нормальных пакетов продукции. Большинство, 99, ну ладно, 95% предприятий, они все находятся в субподряде. То есть, они выполняют какие-то заказы шведов, норвегов, финнов, немцев, бразильцев, вплоть до того. И сами являются в субподряде и чуть-чуть им остается масло на хлеб. То есть, они выживают, работая, скажем так, достаточно эффективно, повышая свою эффективность и тем самым являясь конкурентоспособными на рынок. Но им очень важно то, откуда могут поступить заказы. Но для того, чтобы получить эти заказы, надо быть готовыми. И это все находится в доме Скайвей. Разработана идея Скайвей Анатолия Эдуардовича. Идя дальше, это транспорт нового поколения, технология нового поколения полностью. Потому что она требует многих изменений от сознания человека до изменения экономического отношения, отношения технологического и так далее. Но здесь вступает уже на первом этапе внедрение адресных проектов, о которых мы говорим. Я не устану повторять, что внедрение и производство этой технологии, это и есть первый адресный проект, но он реализуется, материализуется через Эко-технопарк, о котором мы уже говорили. Через сертификацию элементов. Каких элементов? Что сертифицируется? Давайте посмотрим еще раз. Сертифицируется в первую очередь у нас городская трасса, видите, да? И так называемая, которая уходит дальше, здесь сейчас не совсем видно на этой картинке, да? Но дальше уходит эта городская трасса и база, которая сейчас она практически строится. Если мы посмотрим сейчас фотографии, кто заходит на сайт RSV Systems, на любые другие сайты, на Capital, мы видим, что здесь ведется строительство. Кто участвовали в открытии нулевого километра, вот он здесь находится, видите, здесь стрелочка, здесь так называемый знак нулевого километра. Под этим зданием, вот под этим зданием, уже многие метры бетона залиты. Сейчас идет строительство и заливка корпуса этого здания. База подлита под все вот эти опоры по этой трассе, практически почти под все. И сейчас начинается закладка следующей анкерной опоры. То есть здесь на этом будет две анкерные опоры. Первая это здание, откуда начинается трасса. И на окончании участка экотехнопарка следующая анкерная опора. Это будет для городского транспорта. Когда трасса, она пойдет дальше сразу же с весны, вот, то будут следующие опоры и анкерные опоры, которые будут на протяжении 15 километров. Таким образом, идет закладка первого основного элемента экотехнопарка. Здесь существуют другие элементы экотехнопарка. Грузового, скажем так, развлекательного и тоже грузового. И различный подвесного, надвесного. Здесь будет подвесной вид транспорта, а здесь будут другие виды городского транспорта опробироваться. Мы здесь видим уже на схеме или на макете этого экотехнопарка, видим посадки плодовых, других деревьев, которые уже были заложены при закладке нулевого километра. Это мы весной сможем здесь участвовать все, развивая идею. Как я уже говорил, здесь будет посажено более 6000 различных видов деревьев. Это все во имя экологии или той самой идеи, ради чего эти все проекты ведутся. Таким образом, друзья, мы видим, что вот этот цикл помещений дома Skyway, да, это пакет инвестиций, которые мы делаем, объекты инвестиций. Но основным, первым объектом является экотехнопарк. Я повторяю. И дальше это опять служит внедрению, оживлению и проведению дальше идеи транспорта нового поколения, технологий нового поколения. Далее, все это основывается на так называемом фундаменте и основных элементах, которые поддерживают этот фундамент. То есть, сотрудничество, кооперация, взаимоотношения. Это только наши все отношения сейчас с струнными технологиями или с экотехнопарком, это уже сотрудничество. Это сотрудничество компаний, которых мы потом увидим. Это сотрудничество компаний, которые будут участвовать в строительстве будущих или реализации инициаций и реализации будущих адресных проектов. Это кооперация разных предприятий. Потому что, скажем так, если мы посмотрим, и Анатолий Эдуардович говорит, что здесь муниципалитет предложил вот сюда еще 28 гектаров земли. И если кто-то не знает, я повторюсь, что предполагалось ведь все те технологии, все те юнибусы, юнибайки, которые здесь будут использоваться в процессе сертификации, проверки, прогонки и так далее, лицензирования определенных вещей. Они предполагалось их строить в технопарке под Могилевом. Но поскольку это 250, даже по-моему 280 километров, суть не в этом, далеко. И там выдвинули такие, наслышав в том, что проект как бы пробивной, выдвинули достаточно дурные условия. Потом инженеры посчитали и сказали, что супер, здесь рядом построить производство вот этих первых элементов, так называемых элементов, производство которых никогда вообще никуда не будет передаваться. Что это такое? Это в первую очередь вся микроэлектроника, которая будет участвовать в управлении. Потому что это практически все робототехника будет здесь участвовать. Люди будут только, скажем, на некоторых этапах, основных узловых этапах или узловых элементах этой системы транспорта будут участвовать. Их будет немного. В обслуживающей системе транспортной системы, в обслуживающем блоке, конечно, будут, естественно, целый ряд специалистов, компетентных этим делом всем заниматься. Поэтому это производство будет осуществляться здесь рядом. Но это все требует следующих шагов. Это начинает быть актуальным с лета нынешнего года, когда начнется сертификация здесь на основных элементах. Это все есть, дорогие друзья, сотрудничество. Но отработав здесь технологии, возникает опять сотрудничество. Оно возникает где? Оно возникает там, где начинают подключаться производственные предприятия, которые будут творить миллионы тонн металлоконструкций. Миллионы тонн плитей различных подвесных, навесных путей, которые будут по каким-то технологическим определенным, это суть не нашего сегодняшнего вебинара, доставляться в определенные пункты, где-то будут работать, естественно, бригады, выездные или мобильные бригады, мобильные производства, роботопроизводства и так далее. Это все есть сотрудничество, кооперация, взаимоотношения. Их надо строить. Если этого не будет, дом не будет стоять. Не будет это все развиваться по определенному циклу. И таким образом мы видим, что, естественно, это все достаточно эфемерным становится, если нет финансовой поддержки. А финансовая поддержка, это и есть уже солидарность. И построена на солидарности финансовая поддержка, она начинает значительно эффективнее работать. Почему? Да потому что, если вы пойдете в банк, если, Анатолий, сколько ходили в банк, сколько банк просит процентов, скажем, интересов на любой займ. Многие инвесторы, которые сидят и ждут, они привыкли и их мышление, почему я говорю, что мышление должно меняться. Их мышление на том, что если я не получу минимум 10, минимум 20 процентов сразу, проект еще не начался, а давайте мне платите, то я не буду инвестировать, потому что это все рисково. А тут в рисковых проектах, а каковым, к сожалению или к счастью, пока является этот проект, да, интересы еще больше, до 50 процентов. Таким образом, мы народным финансированием получаем взаимодействие, финансовая поддержка через солидарность. С одной стороны, солидарность какая? Анатолий Идуардович говорит, я делюсь сейчас акциями, где к одному инвестированному доллару я выдаю акции от 300, там, ладно, от 100 до 600 долларов акций, понимаете? В этом есть разница. Вот, я смотрю, там зависла моя фотография, покажите, есть вообще, а то же у кого. Я долго говорил, не смотрел. Сейчас видно хорошо и слышно. Дайте знать. Ну вот здесь, давайте сейчас посмотрим, тогда, коль тут был вопрос, я сразу отвечу, иначе я так в раж вошел. Владимир, у некоторых инвесторов вызывает сомнение техника, которая используется при строительстве. Якобы вместо техники КАТ ездят какие-то тракторы, Беларусь. А какая разница, кто там ездит? Дорогие друзья, ведь вопрос-то в том, что все в себестоимости. Если этот Беларусь реализует, ведь смотрите, с одной стороны, у нас идет, спасибо за обратную связь, друзья, хорошо, что вы меня слышите. Ведь смотрите, себестоимость проекта постоянно корректируется. Проект оценен в 300, условно говоря, миллионов. Сейчас уже себестоимость значительно упала от расчетной, уже по тому ходу, какой осуществлен. Намного упала себестоимость благодаря тому, что, смотрите, вот для испытаний и сертификации скоростной трассы фактически требуется 30 и более километров, как минимум. То есть 30 километров разогнаться, остановиться еще можно, да, до 500 километров в час. Но обычные системы, которые существуют, используются в Шанхае, в других городах мира, скоростные, разгоняющиеся до 500-600 километров, они требуют как минимум 45-90 километров, до 45 километров, чтобы разогнаться и нормально становиться. Вот. Технические решения, которые применила или, скажем, разработала конструкторское бюро Юницкого, позволяют это сделать на 15 километров. Давайте посчитаем. 45, ладно, 30 километров или 15. То есть эта трасса наполовину дешевле. Что такое наполовину дешевле? Один километр стоит, скажем так, такой трассы испытательной стоит где-то порядка от 2,5 до 3 миллионов долларов. Умножьте 15 километров, это 3 миллиона долларов. Это 45 миллионов долларов. То есть, понятно, да, 300 миллионов минус 45 уже есть. Отсюда растут и ноги, вот, и всех тех ездят какие-то там тракторы, Беларусь, и старые ржавые мазы. Да бога ради, пускай не ездят. Главное, что они выполняют неинтенсивный режим строительства объектов. Вы же видите, что строительство объектов не идет пока, к сожалению, интенсивно. А причины какие? Причины здесь, дорогие друзья, в том, что солидарность и поступление финансовой поддержки есть такая, какая она есть. И это не значит, что где-то кто-то в черную дыру тратит денег. Просто финансирования пока не совсем достаточно. А проект идет, его рационализируют, и отсюда, по всей вероятности, не по всей вероятности, отсюда и разница в том, что там ездит и как ездит. Поэтому давайте, бред какой качество зависит от того, кто строит. Конечно, но это не значит от того, на каком тракторе я там езжу. Естественно, зависит от того, кто строит. Там применены строители или привлечены строители, которые имеют свои конструкции. Анатолий Гвардович говорил, если кто смотрел, может быть, помните, сказал, что опоры не совсем такие, какие хотелось бы. Да, там установлены бетонные опоры, вот здесь на этой трассе, то есть опоры какие, которые вот сейчас промежуточные опоры устанавливаются. Это бетонные столбы, между ними устанавливается как бы перекладина. Сейчас нет возможности быстро показать, но суть даже не в этом. Поэтому, да, зависит от того. Поэтому там осуществляется технический стройнадзор, который постоянно ведет надзор за тем, что осуществляется и как осуществляется. Да, это наши с вами деньги, естественно. Вот. Поэтому, да, это хорошо. Действительно хорошо, что он учитывает. Поэтому, естественно, зависит от того, что тут постоянно дилемма висит перед тем, что с одной стороны надо это построить, уложиться в сроки. А с другой стороны, если или когда деньги поступают не совсем в соответствии с графиком, есть проблемы. Вы многие, если не все, являетесь в той или иной степени с какими-то другими процессами. Даже если просто домохозяйка сидит и слушает этот вебинар, то даже сделать, провести день рождения невозможно. Можно все спланировать, можно все рационализировать, значит, там заменить какие-то продукты другими, минимизировать количество участников этого домашнего мероприятия. Но если муж не принесет какие-то деньги, если кто-то не вернет долг или еще что-то, если средства не поступят, то будут целый ряд проблем. Вот, спасибо, Алексей, я тебя не просил, но ты молодец, включил. Видите, ведется строительство, да, закладка, это зимние условия сейчас, ездит масс, но что поделаешь, ничего страшного. Я думаю, что нет большой разницы, кто какой, какой. А, вот, супер, видно, да, там целый ряд был дискуссий, пока разобрали, что туда будет ставиться, вот на эти опоры. Вот они, эти опоры, это не совсем то, но нам-то сейчас нужно, чтобы функция выполнялась, и она была бы, как бы, сертифицирована, была бы устойчива. То есть, выполняла все требования, которые по строительным снипам и по строительным нормам должна соответствовать. И вот к этому ведется вся работа. Таким образом, ага, кто-то там еще сильно у меня что-то спрашивает. Хорошо, что, да, так, следующий. Давайте я сейчас по ходу буду тогда отвечать. В случае этого важна принципа результата себестоимости. Естественно, конечно, самое главное именно, строя такой, строя такой техникой и поддержка инвесторов означает единое понимание смысла проекта. Поддерживающим проектом. Да, абсолютно правильно, друзья. Мы заодно и сами меняем отношения. Абсолютно правильно, вы понимаете. Спасибо за такое понимание и за такую поддержку. Это кто? Луиза. Абсолютно правильно, спасибо. Вы в десятку сейчас как раз это все. Чем больше смогли снизить себестоимость, тем лучше в целом для проекта. Естественно, это будет касаться всех следующих будущих адресных проектов, о которых мы будем сегодня еще говорить, дорогие друзья. Вот. От нашего финансирования сейчас зависит стройка. Да, стройка сама по себе. Весь проект зависит от нашего финансирования. Поэтому все эти вебинары. Какое влияние вот этого вебинара, друзья, на котором мы сейчас с вами присутствуем? Оно прямое. Оно прямое в том плане, что, смотрите. Каждый получает, я это называю как бы системой иммунитета. Ведь что греха таит? Начиная любое дело, у человека всегда за левым плечом стоит некий оппонент. Его по-разному называют, каббалисты называют сатаном. То есть это наш оппонент, это наше маленькое я, которое хочет стать большим. И оно говорит, стоит ли, не стоит ли. Побывав на вебинаре, посмотрев, что дела идут. Ведь смотрите, кто верил или видел в своем воображении, что через год, через полгода, чуть больше года, да? Начиная в 2014 году вообще ничего не было. Когда я вошел в ноябре 2014 года, я подумал, что да, дорогие друзья, тут еще надо ехать и ехать. Мне здесь было интересно то, что я видел перспективу для предприятий, промышленных предприятий, которые могут производить вот эти конструкции, все элементы и так далее. В будущем. Потому что я сразу поверил, встретившись с Анатолием Эдуардовичем, поверил, что естественно займет много здоровья, много энергии, много ресурсов, пока реализуется, пока начнется сертификация, пока... Но если это не делать, то этого и не будет. Если этого нет у нас в головах, если как у него в голове или в его виртуальном пространстве, это зреет 40 лет и зрело, она зреет и сейчас. Он говорит, что я утром встаю, или как его сотрудники говорят, что вот приходит Анатолий Эдуардович на складском бумаге и начинает реализовывать свои идеи. Причем, что удивительно, они не бредовые. Работники сразу... Вот видите, здесь как раз Ротхук из Австралии. Вот он здесь с Анатолием Эдуардовичем, с Бабуриным стоят на этом фото. Ротхук сказал, что я просто потрясен. Мне посчастливилось с ним тоже встретиться. Я в это время был в Минске и присутствовал почти полтора часа на беседе, которая велась с Ротхуком. Вот. И Ротхук сказал, я потрясен на третий день, что я никогда не мог поверить в какой-то Белоруссии, где-то в тму таракани бывшего Советского Союза, такое КБ может существовать и оно рационально функционирует. Потому что Анатолий Эдуардович открыто ему все показал. И он говорит, что те результаты, которые увидел, меня потрясают просто. Поэтому, видите, дорогие друзья, это очень важно, когда такие вещи идут и продвигаются. Поэтому, значит, все то, что делается, является, естественно, основой. Я сейчас, Алексей, вернусь обратно на Кэпитал, сюда дом. И это есть финансовая поддержка, солидарность. Естественно, мы здесь видим экологию, мы обучаемся с вами. А иначе ради чего? Кто-то пришел, может быть, просто послушать, что там Маслов говорит или что там вообще в мире происходит. И это хорошо. Но это тоже уже есть, дорогие друзья, обучение. Я с вами работаю, я тоже обучаюсь, я готовлюсь, я себя развиваю, я постоянно нахожусь в потоке информации по разным причинам. Это есть обучение. Социальная солидарность. Естественно, в первую очередь я вообще вошел в этот проект как социально, ну, с точки зрения социальной солидарности. Вложив 200 фунтов стилинга в то время, я просто подумал, я вложусь в зеленую технологию и пусть ребята делают. Потом посмотрел, что мне это будет неинтересно, если без меня сделают. Я начал мощно втискиваться в этот проект. И сейчас я в этом проекте. Причем в проекте, как сын говорит, на 99,9% отец ты торчишь в этом проекте. Но я не забываю все другие, весь тот опыт, который есть, все те предприятия, с которыми я работал и работаю и так далее. Это есть социальная стабильность. То есть я, а почему это? Если я их не забываю, то есть я не забываю через них, не забываю тех работников, которые работают на их предприятиях. А на этих предприятиях, в нашем понимании, в эстонском понимании, это от 50 до 200 человек. Это уже крупные предприятия считаются в Эстонии. В России это небольшие и маленькие производства, в Эстонии это крупные предприятия. Даже в Финляндии это считается немаленьким предприятием, когда там работает более, извиняюсь, более 100 человек. И это есть солидарность. Получив работу, люди получают возможность социально реализовывать себя в отношении общества, социума. Ради кого? Детей и пенсионеров. Вы знаете, какая ситуация сейчас и в России, и в Европе, да и во всем мире. Поэтому это есть социальная стабильность. Дом Skyway базируется и на этом. Становится возможно через социальную стабильность строительства дома, но есть обратная связь, которая поддерживает все остальное. Это духовная зрелость. Это то, о чем тут вы говорили в этом чате, в котором вы видели, в этом материале есть. Вот. И есть же разработка двигателя внутрь. И таким образом, значит, зачем? У нас нет, ну у вас идет там дискуссия, не буду на все вопросы сейчас реагировать. Так. Но тем не менее. Дальше, естественным ресурсом, основным ресурсом является человек, люди, мы с вами. Те люди, которые строят на тех плохих белорусах и плохих мазах, тем не менее, это люди, которые за незначительную заработную плату, по всей вероятности, насколько я знаю. То есть там минимизировано все. Предприятие, которое обслуживает сейчас стройплощадку, оно тоже работает практически на том, что оно получило работу на себестоимости. Туда прибыль не закладывается. И это очень важно. Деньги, естественно. Информация, естественно. Мы обмениваемся информацией. Все информационно, это все четыре основных ресурса и организации. Все это требует определенной организации. И мы с вами тоже работаем над одним из элементов организации будущих адресных проектов. Но к ним прийти мы сможем только через то, когда мы знаем, что такое дом SkyWay, ради чего мы это все делаем. И все это реально возможно через команду. Команды нет, у Юницкого мощная команда. Я вам скажу больше. Меня потрясло, когда в одной из своих присутствий в ноябре месяце, извиняюсь, при открытии нулевого километра, да, видите, вот она команда, спасибо, Алексей. Но эта команда, она в три или в четыре раза больше. Это здание уже, первое здание, где они базировались в Нинске. Оно уже, значит, достаточно дорогое было, небольшое и так далее. Сейчас, опять-таки, экономия, дорогие друзья. Когда команда КБ струнной технологии перебралась сейчас в новое, это здание бизнес-центра Титан. Титан, видите, какое хорошие названия. Они получили в два с половиной раза больше помещений и наполовину меньше платят аренды. А условия там значительно лучше. Вот. И в связи с этим команда постоянно растет. Вот. Я начал рассказывать, потерял мысль. А, вот. И смотрите. Когда я был в октябре в открытии нулевого километра, и меня потрясло то, что в команде Юницкого есть человек кадра. Он, неважно, как он там называется, человек, который руководит кадрами или обеспечивает кадровую поддержку всего КБ. И все люди сейчас даже на совместимость психологическую проверяются. То есть люди настраиваются на командную работу. В противном случае ничего не будет работать, дорогие друзья. Понимаете? Вот здесь, видите, я, значит, подписывается подготовка подписывания различных документов. Таким образом, я вернусь обратно к Технопарку, вернее, извиняюсь, сюда. Команда. Это очень важно. И строится команда. А, естественно, команда должна быть и у нас. И мы впоследствии придем, посмотрим, какие основные элементы строительства команды, какие узловые точки строительства команды. И таким образом, пойдемте дальше. Этапы закладки дома Skyway. Быстро пройдусь, потому что это уже достаточно тривиально. Это юнистские разрабатывают технологию. Проводится оценка. Вы знаете, оценено в 400 миллиардов фунтов стерлингов. Это было три раза там оценивали. И, наконец, судом было назначены независимые эксперты, которые тайным способом даже в конверте экспертизу принесли в суд, передали в суд. И там было оценено, что не менее 400 миллиардов фунтов стерлингов. Не менее. А сколько более, это трудно оценить. Но это не менее. Далее. Ведется поиск возможного возможности финансирования. Это было все в 2013 году. Оттуда начался процесс. И тогда эксперты находят, что это прорывная технология. В 2014 году учреждается фонд поддержки RSV Systems. Так. Это правильно назвать не RSV Systems, а это Eurasian Rail Skyway Systems. Создается КБ, набирается команда проектировщиков. На этом же этапе подключается к этому делу еще и, значит, SWIG на этом этапе. И начинается, создается КБ, набирается команда проектировщиков и так далее. Что это дает? То есть желающие в того момента могут обучаться инвестиционной грамотности, получать знания о транспорте нового поколения, экологии, внедрение технологий нового уклада, да и мышление нового уклада. Дорогие друзья, что тут греха таит? Вот. Таким образом начинается процесс. Это этапы закладки дома во временной, как бы, или последовательности. Время оно не имеет осей, но это отдельная история. Разрабатываются проекты экотехнопарка на 300 миллионов, это ясно. Это дало возможность инвестировать в конкретные объекты экотехнопарка. Я могу вам сказать, что, скорее всего, с февраля месяца, может быть, даже с конца, все зависит от того, как инфотехнологии инженеры ИТ смогут это ввести в кабинет. И капитал, и головной компанией будет пакет документов, или теперь будет нормальный продукт, который акцептирован в международном плане. То есть он легальный, будет осуществляться сделка между инвестором и компанией. И это все, возможно, не надо никуда ничего не скрываться и так далее. То есть появляется конкретный, потому что появился конкретный этап, человек дает конкретные деньги, он инвестирует или дает так называемый инвестиционный займ, обратно взамен он получает возможность получить эти деньги через 3 года назад и, скажем, с прибылью или начинать получать через 3 года, начинать получать доход, скажем, так называемые дивиденды от прибыли. Или же он сразу может их обменять на акции и через акции начинать получать, через тот же период. Большинство фактически приобретают акции и таким образом процесс идет сразу же дальше. И это все акцептировано, финансовые инспекции здесь придраться уже будет не к чему. Практически. Здесь сказано, что владеет все эти технологии. Дальше это дало возможность выбора целей, целевой программы Экотехнопарк. Адресный проект первый. Создана возможность сертификации через это. То есть транспортная система в Экотехнопарке является основой. И дальше появляется возможность легального инвестирования, как уже сказал. Дана возможность долевого участия при распределении доходов. Или или. Вот. И таким образом возможность предпринимательства. Это предпринимательство, это бизнес, в котором мы можем участвовать. И стабильность. Что тут греха таит. Если мы посчитаем, какие риски мы имеем, участвуя в той системе, где мы находим, социально-экономических системах, любого государства, независимо от того, какой флаг она имеет. Пенсионная система, придуманная в 1908 году Бисмарком, она практически себя изжила. Она не обеспечивает. Это риск колоссальный. Скажу на себе. Я пенсионер, в принципе. Так. Ну вот. Но инвестировав в пенсионный так называемый столб, как он у нас в Эстонии назывался, за период до определенных лет, до пенсии, да, более чем 100 тысяч евро накопилось. То есть я, доля моей пенсии получения 20 евро в месяц. Понимаете, да? Вот. А те денежки уже ушли. Таким образом, стабильности нет. Стабильность обеспечивают те акции, которые мы вкладываем или то, во что мы инвестируем. Таким образом, инвестируя сегодня в конкретный проект, человек создает, в первую очередь я сам и вы, естественно, стабильный доход в будущем. Но в будущем, в ближайшем будущем. А это будущее очень сильно зависит от того, как развивается все вот на этом эко-технопарке, на этих всех делах. Таким образом, дорогие друзья, с вашей пенсией можно 10% инвестировать и тем самым... Конечно, конечно, как минимум. Абсолютно правильно, Антон Приморский-Кларк. Так, я тут немножко съехал, поехали дальше. Ну вот еще картинка была эко-технопарка. Основные и основы инвестиции. По этому поводу можно сказать следующее. Я уже говорил на прошлых вебинарах, кто участвовали, что, значит, Алексей Сухогоев в СВИГе в свое время, значит, как бы предложил, она такая достаточно простенькая, положительный аллогоритм, через конференции, выставки и форумы войти в адресный проект или подготовить базу. То есть участвовать, найти, кто, когда, где это дело делает, да, проводится какая конференция, выставка и форум, с какой области. От транспорта, логистики, эко, вопросов ресурсов сбережения, энергосбережения, что является одним из элементов и так далее. До, там, бог знает еще чего, развития производства, поддержки производства, социальные различные вопросы, абсолютно все сюда помещается. Дальше, надо договориться об участии в этом форуме. Могу сказать, что по этому конкретному, откуда вот этот алгоритм возник, там сначала предлагали 350 тысяч за участие, что заплатите 350 тысяч рублей и мы вам обеспечим участие. В конечном итоге дело закончилось тем, что за место на этой конференции, после того, когда Алексей провел, как бы подготовил свой стенд, провел самому предварительную конференцию, где он привлек всех участников. Они заинтересовались, посмотрели, да, это придаст этой конференции вообще, естественно, хороший такой, как бы тон, что новая технология, прорывная технология транспорта, это экология и так далее. И все дело закончилось 350 тысяч, 10 тысяч рублей. Разница есть? Есть. Разница как минимум 35 раз. Ну вот, стратегия общения мы предлагаем, а не просим. То есть мы предлагаем, ознакомьтесь, есть возможность, мы послушаем, какие у вас проблемы и дальше будем смотреть, что делать вместе. Это есть, опять, дорогие друзья, что? Это есть элемент дома Skyway. То есть мы через это начинаем сотрудничать, начинаем, как бы развивать проект и так далее. Мы не просим, мы предлагаем. И только так подходить. И это основная, как бы, концептуальная миссия или миссия о видении. То, когда мы подходим, начинаем интересоваться или начинаем инициировать какой-то адресный проект. И дальше участвовать в этом конференции, выставке, форуме, круглых старах, дискуссиях. И это дало возможность. Как бы администрация Челябинской области очень сильно заинтересовалась. Таким образом, основываясь на этом алгоритме, он такой, как бы, простой, но он, к тому же времени, очень наглядный. В то же время. И это дало возможность очень хорошо через это повернуть лицом к этому проекту. То есть мы предлагаем, а не просим. И совершенно иначе чиновники сразу навострили ушки. И процесс сейчас продолжается. Если кто там следит, я давно не следил за ходом этого процесса. Но процесс идет. Таким образом, дорогие друзья, это хороший наглядный пример. И во имя Skyway мы все можем им пользоваться. Это не является никаким... Но нам мы должны с вами одновременно и помнить, что процесс непростой. Это не просто спрыгнул, пробежал 100 метров и ты в дамках. Это не спринтерская, это стаерская дистанция. Но каждый шаг может быть спринтерский. То есть пробежал 100 метров, получил результат. Пробежал еще 100 метров, получил результат. Но готов надо быть. Бежать на 10 километров. На 10 тысяч метров. Понимаете? И для этого надо очень правильно все рассчитать. Что такое 10 тысяч метров? Это сначала первый нулевой этап. Он требует определенных моментов. Он требует определенной нагрузки. Смотрите, этапы проекта. Я просто вам покажу пару выдержек отсюда. Смотрите, есть. И к этому мы вернемся на отдельных обучениях. Это нулевой этап. Если мы посмотрим, что здесь он вот какой маленький и занимает немного времени. Он входит в эти 5-6 месяцев. Но этап его содержания. Это исходное задание на проработку инвестиционной содержательности проекта. То есть инвестиционная содержательность. Идея сама по себе хорошая. Да, можно из точки А, точку Б проложить трассу транспортную нового поколения. Но интересно ли туда инвестировать? Кто заинтересован? Кто польза получатель? Как он это получит? И подготовку информации для составления технического занайма. С другой стороны, КБ является единственным разработчиком. И дальше вы увидите в схеме, почему. Потому что оно как бы тоже работает на то, чтобы минимизировать себестоимость проектов будущих. Чтобы это не было задирание цен и работы на прибыль. Создание для них работ на этапах 1-3. Им надо разработать техническое задание. Подготовка исходных условий инвестиционной схемы проекта на всех этапах его осуществления. Принятие решения на инвестиционном совете и утверждение технического задания. Потому что это не просто так. У меня возникла идея, я так поигрался и начал там потихоньку дело гробить. Тут есть свои шаги. После этого, а почему, зачем это надо? Надо дальше инвестировать начинать. А деньги откуда? Из тумбочки. То есть из наших процессов, из нашей народного финансирования. На первых этапах этого проекта. Вот на этих этапах это железно народное инвестирование. И здесь уже мы можем начинать торговаться с большими инвесторами. И говорить, что дорогие друзья, дело экономически эффективно. Здесь есть резон. Да, проект стоит 100 миллионов условно говоря. Но мы затратили здесь 10 миллионов. Но теперь, войдя в этот проект, мы готовы вам продать 50%. Но это стоит ровно 100 миллионов. 50%. Остаемся на 50%. Мы сами все, кто мы тут привязаны. Дальше мы будем смотреть. И в этом есть разница, дорогие друзья. И только с четвертого этапа начинается все, что связано там с изыскательским. То есть принято решение, да, финансировать. Инвестор есть. Окей, пошли дальше. На реализацию четвертого этапа. И пятого, который фактически является строительством. И это все от точки нулевой до завершения строительства занимает от 2,5 до 5 лет. Таким образом, это так называемый, как бы, предел или так называемый коридор наших действий. И тогда мы можем идти дальше. Таким образом, друзья, пошли дальше. Вот видите, это промышленная, как бы, робототехника. Здесь эти плети начинают между собой складывать и так далее. Это на тему о привлечении производств. Но это отдельная тема, сегодня не будем останавливаться. Дальше. Видите, есть центр консультации. Одним из членов и руководителем центра консультации является я. Инвестиционный совет совместный с Skyway Capital и RSV Systems. И компании, ведущие адресные проекты. Это как минимум разбиты они, пока их нет, кроме как струнные технологии. Это компании управления адресным проектом по транспортным системам. И компании управления по адресным проектам инвестиционных туристических кластеров. То есть это так называемые юнибайки, системы туристического, развлекательного, туристического, образовательного, оздоровительного кластера, который не требует таких затрат. И его строительство и опробование будет на этой трассе, на этом участке осуществляться. Сейчас ведутся переговоры об инвестировании одного мощного инвестора в этот проект. Тем самым он инвестирует в целом в экотехнопарк. Тогда возвращаемся обратно. То есть это так называемая система, на которой основывается дальнейшее действие. И вот смотрите, я быстро проскачу дальше немножко. Вся система, допустим, у вас возникла идея быть в лице, или в составе учредителей адресного проекта. То есть инициаторы и организаторы. Как правило, реализуется это через то, что вам... Здесь пример. До 12% вашей доли участия в фирме, инициирующей адресный проект. Дальше. КБ. Оно 50% более или менее процентов здесь. Почему? Потому что через фирму, инициирующую адресный проект, и создающую с инвесторами, с фирмы инвесторов в будущем, фирму, управляющую адресным проектом дальше, создается здесь компания, которая здесь будет. Следующим участником. Это компания ScanTransnet. Это как пример взят компания, которая заключила сейчас с RSV Systems и с Global Transnet договор на инициацию, вернее, на управление, подготовку, вернее, адресных проектов в регионе Балтийского моря. ScanTransnet она так поэтому называется. Другие привлеченные лица. Это все, кто могут быть заинтересованы, их можно будет сюда привлекать. То есть здесь условное участие вот в этой фирме этих людей. Дальше фирма-управляющая вместе с фирмой-инвестором договариваются, но это требует определенный адресный проект. Находится юридическое лицо в процессе во всем этом, представитель пользополучателя. Кто это? Это может быть государство, муниципалитет, федеральный какой-то орган. Это может быть город, городской муниципалитет, я бы сказал, местное самоуправление. И которое может одновременно быть и заказчиком. Финансирует и все взаимоотношения происходят через фирму, управляющую адресный проект. И таким образом реализуется адресный проект. Через три единства вот этих элементов. И при этом мы как раз видим, что, пардон, еще не благодарю вас. Я тут проскочил. Что такое-нибудь, да? Так. Вот важно, что знать нам. Есть компания, значит, поговорим о возможностях, особенностях адресного проекта. Откуда и кто как участвует. И вот мы сейчас смотрели здесь, да? Пардон, дальше я еще раз вернусь. Здесь кто сюда входит, создаются компании и так далее. Но сама идея следующая. Что есть компания Unitsky Corporation или Unitsky, которая является учредителем EuroAzen Rail Skyway Systems Holding. И она одновременно еще является учредителем GTI, Global Transnet Investment. И так называемые, пока есть три основных участника и инициатора. Unitsky через эту компанию совладеет здесь с определенным количеством процентов. Суть участия в этом. И отсюда набираются через адресные проекты будущие инвесторы. Они инвестируют сюда и таким образом через GTI участвуют в инвестировании и инициации будущих адресных проектов. А та до X. Их может быть миллион здесь, да? И есть инвесторы, которые действуют через SWIG, Skyway Invest Group. Абсолютно точно так же через GTI, через соучастие в GTI. Выходят тоже на адресные проекты. Адресных проектов в мире хватит на всех. И есть инвесторы, через которые мы можем создавать свою очередь компании, привлекая через GTI, через Global Transnet Investment, привлекая КБ. Привлекаем мы КБ тем образом, что КБ, видите, 50%. И через то, что КБ участвует практически во всех, и это как не проходящая истина, значит, что оно всегда будет участвовать в этой компании. Но через это оно участвует в компании, управляющей адресным проектом от 30% до 50%. Его так называемое косвенное участие. И таким образом проект может развиваться дальше, финансироваться. И мы видим здесь свое участие. То есть мы получаем акции, мы получаем разные другие привилегии и возможности. Так, сейчас я, значит, давайте посмотрим еще такую вещь, как мотивация. Вот мы говорили с вами о команде. Команда, основные принципы команды, я повторюсь, но повторение мать ученика говорил, это должна быть миссия, четко и ясна. Даже в любом адресном проекте команда должна видеть свою миссию. Ради чего это делает? Если этого нет, будет через пень колоду все двигаться, не будет единого понимания, ради чего мы все суетимся. И все будут видеть в глазах, или у всех в глазах будет светиться, а оппонент за левым плечом будет говорить доллар, доллар, доллар. И так далее. Хотя это тоже очень важно, ради этого мы в конечном итоге тоже действуем. Создается команда, но команда реально возможна, если есть лидерство. Причем это не обязательно один влажак, Василий Иванович должен быть впереди этой команды. Нет, там может быть 2-3 лидера. Для чего? Да потому, что у каждого есть компетенции, где он силен, и через это можно строить всю эту конструкцию внутри будущей команды. Обозначивать и подготавливать денежный поток. Осуществлять различные общения необходимые внутри команды и за пределы команды. Два шага туда, два шага сюда, как говорил Гермес Трисмедис. Создавать различные системы. Какие системы? Система управления, система взаимоотношений, юридика или правовые, финансовые вопросы и так далее. Право, оно здесь отдельно. Это очень важно. Как в правовом пространстве функционирует эта команда. Как осуществляется все взаимоотношения, чтобы ниоткуда не смогли бы наехать. И только тогда входит у нас продукция. А продукция здесь является, естественно, будущая конкретная трасса, будущий конкретный проект, ради которого это все осуществляется. Вот это основные элементы команды. И тогда мы приходим к тому, что ради чего мы это все делаем. Смотрите, мотивацию участников адресного проекта. Что является основным ресурсом для этого? Заключается договор с инициатором адресного проекта. Потому что многие из нас сидят и думают, а как это буду делать, а с кем договариваться? Вот структура, о которой мы говорили, структура, о которой мы говорили вот здесь. Инновационный совет, инвестиционный, пардон, совет. Она заключает договор. И дальше человек, человек, который входит, является инициатором адресного проекта, хочет видеть какую-то свою долю там, а это немаленькие цифры потом в дальнейшем будут, заключается договор с инициатором адресного проекта. Осуществляется обучение инициатора, если он такового желает. Или же начинается поиск и обучение человека, который будет управлять фирмой, управляющей адресным проектом. Заключается с собой, или с этим человеком может заключиться опционное соглашение, его стимулирование. Что такое опционное соглашение? Это соглашение на будущее. То есть, в случае, ну, самый тривиальный пример. Я, предположим, руководитель этого адресного проекта или инициатор, и хочу стать руководителем адресного проекта. На стадии инициации у меня 8% вот в этой компании. Смотрите, только в этой компании сейчас пока, да. Вот здесь 12%, пардон, 12%. Я и мои товарищи, здесь мы с 12% здесь. Но если я становлюсь управляющим адресным проектом, то тогда у меня есть мотивация через опционный договор. И какая она может быть? Это может быть так называемый 10% от прибыли, которую, или от экономического эффекта, который получит этот проект. И это очень немаленькие суммы, дорогие друзья. Или это 5%, или это какой-то определенный процент, при достижении которого я получаю в чем-то. Или это в деньгах, или в акциях, или и в деньгах, и в акциях. И так, и всяк. Но это перед тем, как мы садимся в лодку, люди договариваются, что это так. Обучение инициатора, если он хочет стать руководителем адресного проекта, и включение его, призер, руководящего состава управляющих компаний по адресному проекту. Это будет через Академию Новой Евразии осуществляться, через модули обучения. Привлечение участников инициации и проведения работ по проекту. Вот, рабочую группу адресного проекта и так далее. И ведение инициатором адресного проекта в случае их участия в работе по проекту различных работ. Оказание существующих услуг через консультационный центр, оплата разовых подрядных работ, выполненных в процессе работ по адресным проектам. Это тоже мотивация. То есть источников несколько, если не сказать, что много. И заключение, опять-таки, возвращаемся обратно, оплатационных договоров ориентировано на конкретные результаты. То есть это только один ряд. Но есть мощный другой мотиватор. Вы реализуете себя. Это внутренний мощный как бы мотиватор. И вы меняете, вы меняетесь. Ваше сознание начинает меняться. ходите на вебинары Ларисы Артамоновой. Там очень хорошо об этом она все говорит, что человек, включаясь в проекты нового поколения, прикасаясь к технологиям нового поколения, может и становиться успешным, только меняясь и меняя себя, он меняет свое окружение и тем самым развивает все существо, которое вокруг него. И так влияет прямо и косвенно на эффективность адресных проектов. Возвращаясь к адресным проектам, значит, так, стоп, смотрим, что у нас тут дальше. Это несущественно, это тоже пока несущественно. Смотрите, что я еще хотел вам сказать. Здесь есть еще очень интересный срез, к которому мы еще пока не приступали. я каждый раз его немножко приоткрываю как уголок, бумажный уголок нашего проекта и говорю, что поселение нового уклада это целый срез. Смотрите, скоростная трасса, что это такое? Она как минимум от 100-200 километров до 1000 километров скоростная трасса, а это целый ряд инфраструктурных элементов, которые все равно надо будет осуществлять на трассе, но это же является и зоной 5 километров в одну, 5 километров в другую, где самое эффективно располагать поселение будущего. Это подключается вся существующая на продвигании трассы на этой территории существующая инфраструктура фермерских хозяйств, каких-то производств, городов, при лежащих к ним экотехнопарков, технопарков и так далее. И вокруг этого начинает формироваться новый уклад поселений. База для нелинейных городов. Линейный город является как бы производным дереватом адресного проекта скоростная трасса от 200 до 1000 километров. То есть через это только бизнес начинается. А жить мы все хотим в поселениях будущих. Потому что я не буду уже сейчас, это не тема нашего сегодняшнего вебинара, но об этом будем говорить после. Я просто немножко обозначил вам эту тему. Вот пожалуй дорогие друзья и все, что я вам хотел сказать. Единственное, что я сейчас покажу еще вам несколько здесь картинок. можно поговорить о том, ну скажем, Элон Маск, один из людей, который занимается гиперлупом или является инициатором, не автором, а инициатором продвижки этого проекта в Америке. Он, казалось бы, он является с одной стороны конкурентом, но конкурентом очень положительным, потому что стремясь продвинуть этот проект движения суперскоростного, практически сверхзвукового движения в, условно говоря, в вакуумной, не будем уточнять, в вакуумной трубе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, да, он является как бы примером сравнения себестоимости проектов. И они сотни и в тысячи раз разнятся между собой. В какую сторону? Конечно, в нашу пользу. В пользу различных технических решений. Да, за этим стоят большие деньги там, но почему бы и нет? Мы можем подискутировать о том, почему это делается. Это делается для того, чтобы хоть как-то развивать и другие направления. И поэтому суть не в этом. Существуют другие какие-то проекты, где тоже движение осуществляется на различных уровнях. Они аналогичны, но суть в том, что является двигателем, что является путеводящей или путевой системой. Она оказалась бы почти такая же. Тоже столб на нем какая-то будет. А тут разница, дорогие друзья, есть. И отсюда зависит себестоимость этого проекта. Пройдет практически Sky Tramp. Ну практически то же самое. нет. Во-первых, сам корпус, во-вторых, колесо-мотор или мотор-колесо, которое применяется и так далее. Поэтому вопрос так, что там от Кулия? Сейчас посмотрим. Тут у меня Алексей. Вопрос Кулия ЭКБ. Сейчас посмотрим, что там за вопрос был. Я извиняюсь, я заговорился, не слежу. есть сотни людей, постоянных инвесторов. Как мы можем работать по адресным владениям? С вами? Может с вами работать без дискутирования? Можем с вами работать без дискутирования? Что понимать по дискутированию, друзья? Чело-то в том, что работать конечно можно, но понимаете, одно дело дискутировать ради чего? Что вы понимаете по дискутированию? Понимаете? По делам какие какие дела дела нужны конечно это консультационно это уже другая история ведь поймите правильно вебинар это как я уже говорил я не знаю с какого момента вы здесь участвуете до вебинаре я говорил что это иммунная система это система обучения естественно конечно на каждом этапе или начиная адресный проект обращайтесь ко мне я в конце вам покажу что есть так называемые какие мои координаты подключайтесь будем говорить конкретные вещи вот тут разные проекты трубе и так далее поэтому возвращаясь обратно время наше уже практически истекло потому что рекомендовали не более часа занимать площадку вот смотрите это к вам вячеслав что мой skype вопросы ко мне можно сюда все задавать предложение все и это не дискутирование это будет обмен сначала информацией мы можем оценить целесообразность идти дальше линии и это будет но какой-то на каком-то этапе естественно будет маленькая без консультационного куда брать обратитесь ко мне без консультационного если консультироваться надо я вам по крайней мере скажу что делать дальше вот запись будет запись будет мы ее выставим будет я на открыт чат да как только вы скайпе ко мне постучитесь я вас отключу к чату и в чате будет выставлено и естественно будет выставлено и в адресных проектах на skyway capital оттуда тоже сможете ссылку получить вот ю тубе правильным окей так есть еще вопросы слушаю вас алексей есть там еще вопросы да владимир ответил а вот какая примерно цена билеты цена билета куда цена примером цена билета какого билета цена билета вы имеете ввиду она в разы я не знаю есть у вас или нет но например в сравнении с ценой билета санкт-петербург москва например сапсан ездит да там цена билета колеблется от двух тысяч шестисот семисот но там не совсем на сапсане на полном да на сапсане начиная там четырех тысяч до рублей и до восьми тысяч рублей а то же самое спроектированное и реализованная на технологии skyway будет до двухсот пятидесяти рублей стоит этот билет понятно разница есть да в этом или да да дешевле разные цены но если вы посмотрите есть у головной компании есть такой буклет в нем есть эти сравнительные цены у меня сейчас нет под рукой но я думаю что не сильно вам тут лукавил сказав примерный уровень этих цен так есть еще вопросы у похоже тогда слушаем по городу что по городу это же по городу цена да цена естественно конечно я вам скажу так что казалось бы кто-то может сказать что идет масло сейчас сказал это да но я тем не менее скажу в городе эта цена может быть практически бесплатно вы скажете с какого бодуна очень просто я будучи вице-мэром города таллина 2004 году к счастью участвовал этом деле да и мы тогда выдвинули предложение рассчитав все очень четко предложение что городской транспорт таллина может быть для жителей города бесплатный тогда сказали ну совсем упали ребята с откуда-то да но наше главное основ обоснование было что это все можно себестоимость затрат покрывать за счет прибыли или скажем доходов которые получать с организации парковок были организованы парковки есть на сегодняшний момент дорогие друзья калица которая управляла после нас потом дальнейшем через два года вела до больше через четыре года вела этот эффект в этот это движение бесплатно и перекрывает еще и прибыль получает за счет того что люди ездят в городе бесплатно то есть если правильно построить экономические взаимоотношения все возможно дорогие друзья и в городе ездить бесплатно за счет парковок не надо в городе есть мы же экологическая система правильно да правильно мэр молодец он экономические думает думает человек думающий человек и он наш человек я скажу прямо если он так сделал и там все отлично а планируется ли трассами государства естественно планируется но сейчас работаем над тем одним из адресных проектов по всей вероятности будет потому что заложена сама идея уже государственной программе независимо от нас например эстонское государство приняло такое решение в развитии транспортной системы до двадцатого года что путь от таллина до санкт-петербурга это 300 чем-то километр если прямо провожить чуть меньше 300 километров до должен проходить менее то есть меньше пяти часов 5 и менее часов сейчас мы ездим от 6 до 8 часов этот путь занимает благодаря там границы дорогам и так далее на автобусе поезд идет почти 7 часов вот это станет возможным осуществить в течение часа благодаря тому что правильно построить вот эту всю таможенную пограничную услугу вы прямо поезде но суть не в этом суть том что заложив такой пункт мы теперь можем идти говорить давайте будем рассматривать как это сделать опираясь на скамей и вот пожалуйста есть все предпосылки между государствами сделать раз и я не исключаю что это будет первой межгосударственной трассе нужен будет да конечно нужен новые кто ездил например из вильнюса в минск ходит простая электричка я всегда ее пользую это самый быстрый способ пресечения литовско-белорусской границы садишься в поезд купив билет из вильнюса в минск за 15 по моему ли за 13 евро в поезде поезд проходит это расстояние за два с половиной часа и там все не надо никаких больше никакой суеты не надо на машине это занимает до 4 5 часов есть разница есть разница это только на поезде точно так же можно делать все и правильно организовав в нашем друзья виде транспорта так него не вводив и заблуждение людей черепковым а ну кто-то это кому-то на владимир сказал бога ради пускать черепков будет черепком не будет ли угроза угроз столкновение поезды с птицами вы знаете при скорости ранга ну это угроза есть но вопрос то в том что угроза ли это рассчитано стекло рассчитан корпус с другой стороны я вам скажу так что воздушный поток построен таким образом что птица конечно она пострадает если она попадет туда но есть разные разработки которые пока о них не говорят которые будут отпугивать от поезда птиц то есть на уровне на уровне определенной локации просто они не будут туда лезть этому пользу который идет как робот по трассе в крым через пролив нет пока не знаю а почему вы начинаете этот проект он очень эффективным будет потому что мы когда думали о том что между таллинном и хельсинки через залив анатолий двор дичь в течение 15 минут мне доказал что это будет самый эффективный вид транспорта здесь глубины доходят до 50 80 метров самые глубокие места да но их можно пересечь потому что расстояние между так называемыми опорами мачтами там уже о мачтах идет речь да на может быть до двух с половиной километров и это все решаемо так что все эти вопросы решаем и другие вот для отпугивания да так ну все наше время истекло благодарю вас всех за внимание вот желаю всем удачный удачного дня сегодня во первых кого еще день впереди с остальными я встречусь вечером таким образом до следующего четверга следующий четверг будет у нас только в 12 извиняюсь 19 часов вебинар и там мы уже будем говорить больше немножко поговорим опять о доме skyway и будем говорить о следующих конкретных шагах по развитию привлечению себя к адресным проектом и по участию инвестиционных проектов skyway благодарю за внимание до скорых встреч спасибо алексей данли там вот вот